Даная ДВВ представляет Производство компании Харико и Хасин Креэйшенс Аллу Эрджон В фильме Бездельник Визак, сезон дождей Дядя, очередь уже близко, не опоздайте Положи деньги на счет Братец, банк скоро закроется Сегодня последний день, давайте скорее Извините, можете заполнить это за меня Давайте, ваше имя Здравствуйте, сэр Добрый день Номер счета? Из-за каких-то двух процентов люди выстроились в такую очередь А ты сюда за кофе пришел? Нет, хочу сделать вклад А вы сколько вносите? Пять На учебу сына? Сына сам о себе позаботится, а дочь нет Это на ее свадьбу Какая сумма? Полторы тысячи кроров Что это за веселье? С вашими пятью лакхами общая сумма вкладов в нашем банке достигла полутора тысячи кроров А мне что за это полагается? Я выпишу вам квитанцию Квитанцию? Операторы Чота Кейнайду, Сэм Кейнайду Сэр, председатель звонит Сколько раз я говорил, здесь очень плохой сигнал Извините Продюсер Сурья Девара Радхакришна Господин Варада Раджулу Это Шернивас Рао За 40 дней 23 наших отделений собрали полторы тысячи кроров Это рекорд, сэр Отлично Автор сценария и режиссер Три Викрам Биту Полторы тысячи кроров какой высоты? Вот так примерно На дороге между Ришикондо и Бимли есть небольшой изгиб Он похож на Девичу Талию У меня там 4 гектара земли Если там сесть, под твоими ногами будет весь вязак В детстве я часто так сидел Я слышал, точно такой же участок земли есть и в Хайдарабаде Я хочу там сидеть Для этого мы должны иметь силу Верно? А чтобы получить эту силу, нам нужна хотя бы тысяча кроров Достанем Всего-то? Мы согласны Вам тысяча, остальные 500 Нам Ты слишком молод и горяч Твой брат мог бы взять на себя этот риск, но кто поможет ему замести следы? Мурти Самый лучший турагент в Индии Он подготовит для вас визы и паспорта И вы покинете пределы страны за 24 часа А за 48 часов переведет 500 кроров на офшорный счет Согласен? Расчет верный? Лала Когда ты говоришь машина, люди представляют только шины, тормоза, кузов и руль Но самое главное в машине бензин Его снаружи не видно, но без него никуда не уедешь Я этот бензин Лала Никогда не делай бесплатно то, что ты умеешь И никогда не берись за то, что не умеешь Мы эксперты по вскрытию замков И за это мы берем деньги А его дело уберечь нас от тюрьмы Какие сроки? Сегодня пятница В понедельник утром деньги окажутся в хранилище Тогда лучше в воскресенье А почему не сегодня? Вам хватит времени? Много времени нужно на то, чтобы заработать деньги, но не на то, чтобы их украсть О чем вы? Сегодня пятница В понедельник деньги должны отвезти в хранилище Выбери восемь человек Они не должны быть знакомы друг с другом И никто из них не должен знать, что ты главный Мне нужно восемь человек Они не должны знать друг друга И никто не должен знать, что за этим стою я Завтра в этом банке не должно остаться ни одной банкноты Лала Будет непросто справиться с системой охраны Остановить нас сможет только тот, кто спустится с неба Поезд отходит от станции на скорости 100 км в час С какой скоростью надо бежать человеку с весом в 50 кг, чтобы догнать его? Что смеешься? Ничего, папа Думаешь, это шутка? Это неправильная математика Что значит неправильная? Почему? Поезд не может отойти от станции на такой скорости Забудь о школьниках Даже супермен его не догонит Свалится Не приводи больше таких примеров, отец Хорошо Тогда приведи мне правильный пример Человек весом в 50 кг стоит на светофоре с ВМБМВ стоимостью в 1 кро Сколько времени понадобится поезду, чтобы проехать? Спроси про это, и у них появится хоть какая-то надежда на будущее Как мы будем ездить на машинах, если с детства говорим только о поездах? Будьте богатыми хотя бы в мечтах За это никто не требует денег Завтра принесите решение задачи Той, о которой братец говорил? Моей Но если бежать за поездом, он нас задавит Тогда пусть решение принесет твой отец, а теперь марш по домам Идите Ты бы видела его лицо И над чем вы так веселитесь? Сам задал ему вопрос, а теперь обижаешься Раскормила его, как буйвола Мама Дай мне еще душу Сейчас И не одну, дай ему 10, пусть мускулы наращивает Посмотри, не бицепсы, а камни-дробилка Это ему для того, чтобы бегать в одной майке и производить впечатление на моих подруг Ну, у тебя и подруги Лучше бы рубашку надевал Подальше от дурных глаз Не будет из тебя толка Засыпаешь за полночью, встаешь в 10 Кто рано встает, тому бог подает, слышал? Курица тоже рано встает, и что? Все равно одна дорога Суп А ты что хочешь? Папа, мне не нужна эта жизнь среднего класса Я хочу за один ход пробиться в дамки Я не собираюсь гоняться за распродажами билетов или товаров в супермаркете Если я пойду в кино, весь ряд должен быть пустым Тогда иди в бандиты Пустым будет не только ряд, а весь кинотеатр Думаешь, деньги так легко достаются? Не надо много ума, чтобы заработать Кто это там? Чиран живи, папа Сделай потише Классное кино Несколько руб, это еще не деньги Через 5 лет у меня будет 50 лакхов Я не такой терпеливый Дай мне 10 тысяч, и через 2 часа у меня будет 100 Через 2 часа? Это мой заработок за 4 месяца За 120 дней Как ты их заработаешь за 120 минут? С него останется Он такой умный 10 тысяч Мне ты сотни не даешь А ты помолчи Он же хочет заработать, а не потратить, как ты Эй, тетушки, что это вы тут делаете под дождем? Ничего, проверяем новый зонтик, вдруг протекает Плакали чьи-то 100 тысяч Сури Сури Где ты? Иди, я скоро Ладно, пока Слушайте вторую часть истории Бхайровы В первой части герой после ссоры с отцом Извините, сэр Вы меня не подвезете, мне срочно Пожалуйста Спасибо Спасибо По дороге он встречает Странника И Странник рассказывает ему о сокровище на дне пруда Принц и Странник вместе отправляются на поиски этих самых Кубик, Кубика, тоже собирается Куда тебя? В барак, Сази Вечеринка? У меня нет денег, чтобы ходить на вечеринки Статусы, чтобы их устраивать Тогда что? Делать ставки на крикет И большие ставки в Визаге А как же За одну ночь через экстази проходит столько денег Хватит на бюджет целого штата А полиция знает? Если бы узнала, тут же заявилась бы туда Даже если бы в этот момент кто-то грабил банк Опять это радиомерчи Оставь Я всегда его слушаю Остановитесь здесь, сэр Второй поворот налево Третье здание Осторожнее с деньгами Как бы ни украли Я умный, сэр У меня никто ничего не укралит Умные так не говорят Мы должны, сэр Даже на пачке с сигаретами по закону полагается Писать предупреждение Держись от меня подальше Если дотронешься, умрешь Верно? Чтобы собрать все стороны, понадобится как минимум неделя А он это сделал за пять минут Что опаздываешь? Сури не приехал, я ждал его Что на поле? Последний номер Невероятно И какой счет у Чиная? Чиная 148 к 4 Тхони играет или уже вылетел? Играет 45 пробежек, 20 мячей Тогда ладно, какие ставки? Пока 10 к 12 Говори точно, я с отцом поспорил Все очень просто Если Тхони выиграет, мы получим лак Если проиграет, потеряем 12 тысяч У меня только 10 Две я добавлю Ладно, 100 тысяч 12 пайсовых ставок на Чинаяскую команду Хорошо Как думаете, кто сегодня выиграет? Если бы сбывалось все, о чем я думаю Я бы задумал себе кресло министра Зачем мне думать о других? Подумай своей головой Что это с ним? Тхони выбил четверку, когда он так сидел Мы сказали ему, чтобы он не шевелился Да Тхони 6 выбил Я уже 12, но я же так не кричу Да Готовь мой лак Вот это да, он выиграл Полиция Они уже здесь Сколько пальцев? А вы и так напились, что не видите собственных пальцев, сэр? За что вы его бьете? У меня есть разрешение на этот бар У него есть деньги, вот он и пьет В чем проблема? Нам поступила информация Что у меня под носом устроили тотализатор И я очень зол Слушаюсь, сэр Второй поворот налево, третье здание Это барак, стезио, сэр За одну ночь через него проходит столько денег Хватит на бюджет целого штата Вышли еще одну группу, потом сочтемся Только не забудь дать им адрес Да, сэр А ты что смеешься? Я разве анекдоты рассказываю? Не думал, что я способен шутить, пока ты не засмеялся Тот адрес, о котором вы говорили Второй поворот налево, третье здание Час назад я сказал одному человеку И про деньги, которых хватит на бюджет целого штата тоже Забавно Забавно, когда твои слова повторяет преступник, а за ним полицейский По-твоему, тот, кто дал нам информацию преступник? Безусловно А может, ответственный гражданин? Нет, иначе он назвал бы свое имя и адрес Звонок был анонимным, сэр Ладно, допустим, он преступник, и чем же он занимается? По его звонку выехали все патрули И как минимум половина из них восточный резак Самый подходящий момент, чтобы ограбить банк Рядом с полицейским управлением И ты так уверен, что он грабитель? Куда еще может ехать группа людей в такой ливень? На свадьбу? Сейчас не сезон для свадеб В отпуск у них не было багажа Шапки, чтобы закрыть лица Кусачки, чтобы перерезать проволоку И ящик с инструментами, чтобы вскрыть сейф И самое главное, у всех в глазах был страх Ни один не улыбался Человек бывает таким, когда собирается сделать что-то серьезное Почему я должен тебе верить? Не только вы, сэр Никто не верит в логике Всем нужны чудеса Поэтому у нас знамениты не ученые, а святые Пробуй пропху Едем Рядом с городским банком Ты кто? Спички есть? Сколько в группе человек? Около десяти Придется со многими делиться Поэтому мне приказано убрать тебя, когда ты закончишь работу Эй, кто там? Продолжение следует... Продолжение следует... Мы не сможем открыть эту дверь Сможем Если найдем ключ Персонал все еще здесь Ключи должны быть у них Персонал всеeler Ключи Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Если ты не откроешь дверь, мои парни вынесут дверь в твоем доме. Сам откроешь или предоставишь это своей жене? Спасибо. Открывай. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Всех убил. Никого не оставил. Кто это сейчас планировал? Вошли десять человек. До сейфа добрались только двое. А выйдет из него только один, да? И меня тоже убьешь? Я лучше убью крановщика. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вызывает Майк-1. Вызывает Майк-1. Слышу вас. Где вы? Квадрат 1-85. Вижу машину на дороге. Прием. Остановите, сэр. Нет, в этой машине мы ничего не найдем. Они специально оставили свет, чтобы уйти. Разве они не могли сбежать в темноте? Трос крана все еще качается. Они погрузили деньги с его помощью. Двигатель еще не остыл. Они пробили им стену. Здесь проехал грузовик. С очень тяжелым грузом. Деньги. Лала. Брат. За тобой полиция. Не останавливайся. Впереди есть свалка. Припаркуйся там. Большая муниципальная свалка. Вязак в полночь. Никто не заподозрит, что в этой вонючей куче мусора могут быть деньги. Крыл, качество муниципальной свалки. Играет муниципальные свалки. sănциях в ближайшие весны. Gates лет. �и выход. Эй, Фрабху, прием. Моя машина сломалась, приезжай немедленно. Поворот налево с главного шоссе. Здесь полиция. Ладно, я позвоню в Варадараджу, а ты позаботься о том, чтобы никто не увидел деньги. Если понадобится, убивай всех. И будь осторожен, я скоро приеду. Эй, ты кто такой? Убей его, или он убьет меня. Продержитесь еще минуту. Через две я его убью. Из лука не выстрелишь без большого пальца. Из пистолета без указательного. Лала, Лала, брат. Отвезите тело в госпиталь. Сэр, деньги где-то здесь. Он сам расскажет, где они. Лучше забрать их сейчас, сэр. Уезжай отсюда, Рави. Иначе у тебя могут быть проблемы с законом. Ну, сэр. Это дело полиция. Лучше тебе держаться от этого подальше. Прабху, отвези Рави домой. Да, сэр. Сколько убийств он должен был совершить, что его привезли с таким эскортом. В сопровождении полиции ездят не только преступники, но и очень важные люди. Неужели? Раз ты такой умный, послушал бы старших. Для твоей же пользы. Я тебя слушаю. И что? Можешь раздобыть некой основной мистер к утру. Откуда он такой взялся? Язык, как у змеи. Можешь раздобыть. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 что тебе нужно кого-то встречать. Поезд приходит в половине десятого, еще куча времени. Я еще и позавтракать успею. Простите, где у вас туалет? Вон там. Спасибо. Кто это? Не знаю. 8.45, мне нужно новоцал. Уже не нужно, я только что оттуда. Робин Дренарайен? Точно. Помощник комиссара Ситарам, мы с Раджамани. Анвес? Я сам нашел. Кофе? Выпьем. Позже. Это Рави. Симпатичный? Иди в свою комнату и там болтай. Папа, не смущай меня. Моя старшая. Красивая. Я знаю. Рот закрой. Я уже договорился о ее свадьбе. С летчиком. Если хочешь на кого-то смотреть, можешь смотреть на него. Это моя жена Лалитха. Привет. Злюка, которая ушла на эхо, та, которая до сих пор не вышла, уха. А он? Нихаль. У всей вашей семьи есть ха. А это вор. Как ты узнал? По запаху. Он украл мой парфюм. Извини. Он уже завязал. Его особый дар попадаться через минуту. Цепочка. Вор! Чтоб у тебя руки отсохли. Простите, тетя. Ваша цепь сама прилипла к моей руке. Мне очень жаль. Деньги. Эй, старик. Что смотришь? Сумку ставь. Растегивай, болван. Да поживее. Никто не хочет брать его на работу. Вот и приходится держать его здесь. Привет. А это кто? Я же тебе говорил, моя младшая. Сколько ей лет? Долгожданная модель 2000 года. Вы до сих пор в рабочем состоянии? Ну что ты болтаешь перед женщинами? Почему вы все в зале собрались? Зато туалет свободен. Это хорошо. Сколько раз тебе повторять? Не приводи в мой дом преступников. Мой джип сломался по пути в участок. Я подумал, ты нас подбросишь. У тебя все в порядке, братец? Да. Кофе будешь? Подай ему еще и бельяне. Кто просил твой кофе, иди. А что такого? Что он натворил? Украл золотую цепочку из дома комиссара. И сколько я его не спрашивал, он так и не признался, где ее спрятал. Даже тебе? Кто это такой? Валь Мик. Большой специалист по допросам. Пока, папа. Пока. Заставляет плакать даже матерых преступников. Не надо, Суаяк. Мы не должны себя хвалить. Ну, раз он тебе ничего не сказал, значит... Значит, его вообще невозможно разговорить. Какие я только методы не пробовал. Ремни, цепи, булавки. Комиссар не заплатил за цепочку. И ювелир попросил меня ее украсть у него. Вы пробовали все, кроме ручки. Покажи ему цветы и девушек, господин. Он слишком жестокий. Разве цветы едят? Мы же едим цветную капусту. Не ешь так много масла, растолстеешь. Мама же никогда не была толстой. Тетя заботится о тебе, как родной дочери. Я люблю тебя. На, в бой. Нет у меня ни жизни, ни парня. Никого. Дорогая, что ты там делаешь за занавеской? Выходи. Я уже вышла. Будь осторожна. Мало ли кто ходит по этой дороге. Кто на меня позарится, папа? Найдется какой-нибудь ненормальный. Куда мы? Здесь делают ставки на крикет. Ставки. Тогда идем. Мне срочно нужны пять лакхов. Пять лакхов? Не волнуйтесь, у меня большой опыт. Точно так же Лакшмина Райан дал мне пятьдесят тысяч. И не получил их обратно? Почему? Он получил деньги, а я опыт. Вот это девушка. Где? Где? Должен подуть ветер, чтобы вы это увидели. Да даже если циклон пройдет, она не изменится. Заметили? Как сияет ее улыбка. Это молния, гроза скоро. Я хочу подойти к ней. Зачем? Позови, она сама прибежит. Должен. Да. Должен. 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 Когда ты улыбаешься, что-то сверкает Может быть это? Зачем ей забор на зубах? Она такая милая Совсем ослеп Пойду-ка я отсюда В какой стране коти, сэр? Не подскажете? Вон там Спасибо Получилось Чем занимается твой отец? Женился во второй раз А твоя мама... Умерла Мне очень жаль А мачеха... Издевается надо мной Что еще? Ну и семейка Может чаю? Дождь Холодно Горячий чай Был бы кстати Выпьем чаю, пока автобус не пришел Пришел Счастливого пути Имя не назвала Ты не сказала, как тебя зовут? Матху 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 Просто супер Тогда, наверное, скучная Очень активная, сэр Из тех, кто длинные юбки носит Она была в Чуридаре Разве сейчас красивые девушки ходят в Чуридаре? Ну что вы говорите? Все вам не нравится Думаете, если напились, можно что угодно болтать? Ох уж эти старики Я просто спросил, красивая ли она? Что он обижается? Может, она не такая уж и красивая Зачем к нему приставать? Что отец, что дочь? Оба их никакого вкуса Он ведь ушел? Иди учись Я тебя только здесь и вижу Чем ты занимаешься? А чем мне заниматься? В управленца не берут, в слесари Сам не хочу Чтобы вести свой бизнес Надо быть бандитом А у контрактников Слишком маленькое жалование Если я буду слишком торопиться Через 10 лет стану таким, как этот А через 20 закончу, как этот Ладно Мы до автобуса Не может быть Ведь ты ездишь в офис на 21-м Сегодня я иду по магазинам Удивительно А меня не могла позвать? Девушки никогда не зовут Удивительно Удивительно Санжайши Санжайши О чем здесь так долго думать? Смените дочери Гримм И скажите, что она сбежала с соседским парнем На этом можно продержаться еще сере 30 Она совсем изменилась И сколько ты на это потратила? 150 рупий 25 тысяч на покупки Я ни пайса не заплатил И как тебя отпустили, если ты не платил? Я же родственник помощника комиссара Си Тарама Значит, ты назвал мое имя и тебя отпустили? Нет Тогда как? Он сам придет и заплатит Что? Теперь я из-за тебя в долгах Долой, Варадараджо! Долой, Варадараджо! Тихо Сколько ты внёс? Десять А я пятьдесят Они вернутся, если ты будешь орать Что смотришь? Хочешь ударить меня? Так давай, бей И не только десять, все двенадцать получишь Как бы ты удалось так легко сбежать, сэр? Вы совсем отслепли, да? Что это такое? Рубашка А у него что? Форма Вот его и спрашивайте, спрашивайте В следующий раз Они стащат с вас форму и побьют Мы делаем всё, что в наших силах Тогда скажи им это Двое из людей Биту отключили сигнализацию в ночь ограбления Их засняли камеры съезжения Мы разошлём эти снимки во все отделения вместе с фотографией Биту И опубликуем во всех газетах Наши цели предельно ясны Мы поймаем этих преступников Тебе надо было пойти со мной на пресс-конференцию Если ты отправишь нас за границу, мы сюда больше не придём Мурти Сэр Срочно готовь документы, мы проведём фотосессию в моём доме Подделать паспорта не так просто, сэр Денег мы от них так и не получили Скажите им, пусть пришлют свои фотографии, подставные имена и адресы Ему нужны ваши данные, кто поедет? Его зовут Сатар, рост метр восемьдесят А когда сидит? Я в курсе, какая ты смышлёная, поэтому отослал ему твою фотографию Он сам тебя узнает Возьмёшь у него пакет Сатар здесь, будьте наготове Вызывает Майк-2, преступник проник на территорию школы Мы должны взять ситуацию под контроль Срочно вышите подкрепление Сатар, не нужно нервничать Дайте мне уйти Или я убью девчонку Мы не можем решить этот вопрос Наш начальник уже едет сюда Он выслушает твои требования Дай нам немного времени В чём дело? Внутри сотни учеников Слава Богу, ничего не произошло Что случилось, сэр? Что случилось? Вы его застрелили Я его застрелил Как, сэр? Сними очки, я не вижу твоих глаз Где ты научился так стрелять? Это мой ненужный учитель, сэр Всё, что нужно, это курок и чья-то голова У меня ещё наручники Есть и тюрьма Чтобы очистить туалет от микробов Нужна кислота, а не ароматизатор О чём можно говорить с преступником Который угрожает убить ребёнка? Лучше Его сразу пристрелить Как вы прокомментируете этот инцидент, сэр? Это случилось внезапно Никто такого не планировал В таких ситуациях Уберите отсюда тело Скажи им Слушаюсь Ну что ты, как ребёнок Если бы ты видела, как он его застрелил У меня сердце замерло Я даже глазом не моргнул Бандит несчастный Каждый раз, приняв рюмочку Я мечтал, что получаю президентскую медаль Это же хорошо, если ты её получишь Только принимать её будешь ты За все 25 лет службы я ни разу не применил оружие Правда, я научу вас его применять Пока я жив, я стрелять не буду Я последователь Ганди Идём, выпьем Идём Сначала ругался на него А теперь зовёшь с собой пить? Мы же не бросаем смотреть ужастики Из-за того, что нам страшно Это привычка, и он тоже Ты снял кино А мы его свояка поместил на афишах Да ладно, у Сатара нашли документы из его агентства Теперь свояк впервые в жизни пытается провести допрос Да? Не думаю, что у него что-то получится Взгляни На каком основании меня вызвали? Только потому, что у кого-то нашли мои фирменные бланки? В мой офис ежедневно сдают документы сотни людей Искать среди них преступников ваше дело Вы стреляете, раз у вас есть пистолет И вызываете на допрос, раз у вас есть кабинет Вы в своём уме? Какой-то идиот кричит на него, а вы молчите? Злится, вот и кричит А я сейчас очень расстроен Можно я побью этого человека? Можно Я всё улажу На моём столе столько орудий убийства Что тут происходит? Почему он его бьёт? Чтобы избить преступника не нужны причины Точно Это же мой человек А кто сказал, что вы люди? Кто? Что это такое? Он расстроился Кажется, у бедняги угнали мотоцикл А так он его вернёт? Хотя бы снимет напряжение Ну? В чём проблема? Он очень расстроился Похоже, наши люди не приняли его жалобу Это называется фрустрация Разберись с ним Но он бьёт моего человека И с ним тоже Именно это мы и делаем, сэр Он разберётся Я всё понял Он специально бьёт его А вы его поддерживаете Какая же это фрустрация? Это реализация А с тобой мы ещё встретимся Вот так, сэр А вы думали, я мальчишка и ничего не умею? Ничего не умеешь? Да ты чуть не убил его Алло Ну, Мурти, что там с паспортами? Что я могу, сэр? Мои бланки нашли у Сатара Теперь я под колпаком у полиции Я не смогу вам помочь, сэр Простите Кто-то пытается мне помешать Кто? Я Форто Он стал головной болью для тебя Уверен, он ещё даст о себе знать Откуда здесь его фотография? А ты его знаешь? Я переехал в Хайдарабад Из-за того, что помог арестовать его Дело о полутора тысячах кроров Он подозреваемый номер один А ты главный свидетель Выбраться за границу под носом у полиции Его нельзя выпускать из страны, сэр Если я сейчас остановлюсь, я уже не смогу сбежать Почему ты такой упрямый? Это не упрямство, это... Эго Зачем тебе так рисковать? Это не риск, это эго Он заставил моих родных оплакивать меня, будто я мёртв Почему я должен его щадить? Я поймаю его Никто не сможет меня поймать Я ускользну, как песок из сжатого кулака Когда я сжимаю кулак, из него даже песок не может ускользнуть Позвони министру внутреннего дела и скажи, чтобы оставили Мурти в покое Мне нужен паспорт Эмпорт Асарти Алло Передай своим ребятам, чтобы не трогали Мурти Что вы привязались к этому Мурти? Оставьте его, вопрос закрыт Сэр Еще раз повторяю, оставьте это дело, ясно? Да, сэр Наш комиссар Этот Мурти великий человек Ему надо почести воздавать, а не вызывать на допрос Если у нас будут доказательства, что Мурти помог Биту получить паспорт, что сделает ваш комиссар? Утром он занимается йогой, а вечером ходит на прогулку Откуда я знаю, что он будет делать, когда получит доказательства? Думаешь, так просто их раздобыть? Очень просто Как? Мадху работает в агентстве Мурти И что? Если взять у нее карту, мы получим всю информацию о Биту, которая есть в Мурти А с помощью этих документов мы сможем арестовать их обоих Думаешь, она отдаст тебе карту? Дайте мне двадцать стороны с водой и радио-передатчик Через три дня она будет делать все, что я скажу Дождь 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 пошел скорее Дождь не кончится И автобус не придет, пока мы не допьем чай Стой, стой Свояк Автобус остановлен Мы сможем задержать его на десять минут Почему вы остановили нас, сэр? Полицейский инструктаж Зачем? Для безопасности Прошу всех оказать нам содействие Представьте, что это террорист Только представьте Всем сидеть Если кто-нибудь раскроет рот, я разнесу этот автобус в щепки Выбросьте свои мобильники Делайте, как я и сказал Выбросить, это значит на улицу, а не в него Вы хотите его убить? Так, что ли? Он же террорист Теперь это не террорист, а грабитель Он хочет поджечь автобус И угрожает вам ножом Что вы будете делать? Ну? Что с тобой? Это зачем? Я отрублю ему руку и погашу огонь Можно просто задуть огонь и передать его в руки полиции Не думал про такой вариант? Садись Сейчас дочь кончится Видишь? Кончился А мой автобус? Водитель На следующей остановке ждет дочь комиссара У нее нет машины? Сломалась С ней будет офицер в красной футболке Ясно? А почему не в форме? Он отдал ее в стирку Автобус должен отправиться по его сигналу Люди такие агрессивные Так бедным преступникам удается выжить Я тоже об этом думал Видишь? Твоего автобуса до сих пор нет? Твое счастье А ты знаешь, что такое счастье? Получать то, что ты хочешь И чем сильнее хочешь, тем больше получаешь Правда? Хочешь попробовать? Загадай желание Хорошо Хорошо Не хочу ехать на автобусе Ладно Видишь, автобус уехал Это сила твоего желания Сила? Да ты знаешь, каких сил нам стоило остановить автобус Еще одно желание Хочу прокатиться на байке Байк? Это же не конфета Откуда я его возьму? Свояк Главное, чтобы он ничего не говорил про его цвет Возьмите Всего 10 рупий У меня больше нет мелочи Мне тоже не нужна мелочь Но с вами... Заплати 10 рупий и раздави лимон на мотоцикле Никто тебя не остановит А если я заплачу 20, раздавлю их ногой Бог будет нажимать на тормоза? Глупец В бассейне не бывает цунами Зачем Богу тебя спасать? Для этого есть мы Права есть Если хочешь их и вернуть Отдай свой байк парню в красной футболке на соседней улице Зачем? Нам сообщили, что в этом мотоцикле бомба Разбери его на части Верни владельцу и извинись Ясно? Выполняй Это неправильно, сэр Почему? Он все не донесет Двигатель можете оставить себе Какого цвета у него футболка? Красного Это ты парень в красной футболке? Рикша Счастлива? Может снова начнется дождь? Опять дождь? Да ни за что Мы уже послали цистерну Твой офис на улице Аббитс Пока доедем не только дождь Циклон может начаться Парни Срочно цистерну на улицу Аббитс Теперь дождь будет там Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Я это не заказывала DimaTorzok 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 ДИНАМИ MediTorzok Матху, что с тобой? Что еще? Сначала всякие диеты, а потом голодные обмороки. Это сейчас в моде. Отвезите ее в больницу. Что это? Кто-то заказал пиццу-байк из службы доставки Приблизи В ящике должна быть пицца, одежда, что там делает? Вы не поняли? Там был биту Матху, где она? Ей стало плохо, ее повезли в больницу Кто? Парень из службы доставки? Да Проклятье, это биту Он забрал ее, чтобы сбежать У него билеты на рейс до Бомбея в три В аэропорт Рави Рави, подожди, куда ты? Стой Остановись Зачем мы остановились? Нам же нужно направо Ты передал нам паспорта, твоя работа закончена Куда и как дальше ехать, мое дело Но вылет в Дубай? Я могу вылететь и завтра из Бангалора А мне что делать? Мурти, никогда никого не спрашивай, что тебе делать Сам должен понимать Счастливо оставаться Стой Стой Нам же нужно направо И зачем так нервничать? В аэропорту полно полицейских Я уверен, что он не поедет в аэропорт Мы знаем номер его машины Куда он денется? Пост управления Это Майк 3 Отследите черный Мерседес 3-4 Срочно Мерседес 3-4 Следует по дороге в Чинай Прием Он едет в Чинай Разворачивайся, едем за ним Нет, сэр Чтобы ограбить банк в центральном вязании Он отправил полицию в восточный и западный вязак Здесь тот же самый прием Кто-то думает, что он едет в аэропорт Кто-то, что в Чинай А он наверняка повернул в Бангалор Я уверен в этом Почему ты так уверен? Через пять минут вы сможете поздороваться с ним Посмотрите, вот машина Биту Откуда ты знаешь? Эй, я из полиции Мы ожидали им так много направлений Откуда у этих полицейских столько ума, чтобы выйти на нас? Наш след Не понимаю Тут же сплошная линия Ты нарушаешь правила? Берегись Осторожно, мы разобьемся Что ты делаешь? Мы же погибнем Что ты за человек? Успокойся О боже Давай Успокойся Это же машина Она по дороге должна ездить Осторожно Могут погибнуть люди Умоляю, останови Прошу тебя Останови на секунду Я выйду Я не хочу умирать Нет Откуда будет КОНЕЦ 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 Рави! Рави! Ты не хочешь убить меня из-за нее? Сможешь? Ты такой смелый, так же, как ты убил моего брата? Так, да. Ты и твой брат строите храмы, чтобы жить до 100 лет? Вы всего лишь грабители. Твой брат умер в 25. Ты тоже надолго не задержишься. А ты астролог, чтобы предсказывать мою смерть? Я расскажу тебе о твоем будущем. Я заставлю тебя нести на погребальный костер тела всей твоей семьи. Плечи у тебя достаточно сильные? Не волнуйся, моя семья. Та девушка, на которую направлен твой пистолет, моя жизнь. У тебя 10 пуль. 10. Если хоть одна из них попадет в меня, я не пристрелю тебя до того, как ты успеешь выпустить следующий, то я не сын своего отца. На каждом зерне риса написано имя того, кому оно предназначено. Она пуля, которая тебя бьет, мое имя. Я убью тебя. Не пытайся мне угрожать. Ты выпустишь одну пулю. Я всажу в тебя целую обойму. Ты ненормальный? Девушка у него. Он убьет ее. Сколько молчать из страха смерти. Стреляй. Стреляй, я посмотрю. Не провоцируй его. Стреляй же. Он специально тебя провоцирует. О чем ты там с ней говоришь? Он очень умный парень. Я умнее. Стреляй, я говорю. Попробуй убить меня. Ты не отвяжешься от меня, да? Рави. 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 Что теперь делать? Как я перед начальством буду отчитываться за разбитую машину? Я тебя спрашиваю. Что мне делать? Помолчите вы, лучше вызовите скорую. Матхо. Матхо. Они высадили меня посреди дороги. Пришлите за мной машину. Зачем Биту ее похитил? Не знаю. Ты в порядке, Рави? Биту поймали? Нет, сэр. Мы объявили тревогу. Тревогу. Он тебя видел. Ты уверен? Оставаться здесь небезопасно. Тебе нужно переехать. Немедленно. Куда, сэр? В Гунтур? Или Анны Капалле? Что вы сможете сделать с зонтиком против цунами? Именно так я себя и чувствую. Я никак не могу понять одного. Если вор убегает, полиция должна ловить его. Так почему здесь все наоборот? Вор ловит меня, а я должен убегать из-за того, что помогаю полиции? Полиции нужно время. Сколько еще, сэр? Я вычислил его за 15 минут, а утром вы его упустили. Я догнал его посреди дороги, а вы не смогли его поймать. Знаете, в чем разница между вами? Он за деньги рискует своей жизнью, а вы за свою зарплату даже зад от стула не можете оторвать. Рави. Пусть он безумец, но я еще безумнее. Моя пуля разыщет его даже под землей. Он должен дрожать от страха, услышав имя Равендры на Райана. Если я убью его, полиция даже тело его не получит для опознания. Так и знаете. Вот что я скажу, сэр. Я останусь здесь. Напечатайте в газетах мой адрес. Сейчас посмотрим, что он сможет сделать. Как вы связаны с Биту? Я ничего не знаю. Он сказал, что он родственник этой девушки и похитил меня вместе с ней. Тогда почему он вас потом отпустил? Мне нужен мой адвокат. Ах, адвокат, черт тебя возьми. Обойдемся без адвоката. Записывайте показания. А как я его развяжу? Не знаю. Я пока об этом не думал. У вас есть три минуты. А потом? А потом уже не важно. Верно. Трупы не отказываются от сотрудничества. Успокойся. Полиция провела большую операцию, чтобы ее освободить. Правда? Наверное, у нее в офисе понаставили камер. Поэтому они так быстро узнали, что ее похитили. А почему она не поднимается? Может, умерла. Доктора без денег и пальцами шевельнут. Редактор субтитров А.Семкин ков What a Xinguciouring Девушки отдыхают Сэр, ну как там Матху? А с вами что? Зубы болят? Мне можно к ней? И что вы сделали? Священную нить? Потом перезвоню Как моя дочь? А с тобой-то что? Зуб разболелся? К ней можно? Хорошо Деньги мы потеряли Лалу тоже Боюсь, Рави и до нас доберется Еще одно слово И я выпущу тебе мозги Вместе со страхом Коти Видишь эти цифры? Первое, я должен уничтожить семью Рави Рави! Рави! Второе, убить его самого И третье, сбежать из страны Будешь действовать мне на нервы Я и тебя убью И тогда в этом списке будет четыре пункта А мое счастливое число три А твое? Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Уже все? Дядя Да? Забери у него бутылку пива и кешью Как ты узнал? У него рубашка мокая от пива А кешью в кармане Дай мне Спасибо Раз ты такой умный Зачем ты связался с Биту? Это не я, сэр Он сам накричал на меня У Биту есть голос А у Рави семья И какой у тебя план? Очень простой, сэр У меня есть три задачи Задача номер один Перевести сюда семью и звезага Номер два Уговорить Матху Чтобы она вернулась ко мне И номер три Давайте убьем Биту, сэр Он меня уже достал, честное слово Когда ты собираешься это сделать? Обычно умные люди что-то планируют, а потом действуют Очень умные, как я, планируют и действуют одновременно Итак, задача номер один Мамуля и папуля Да, сынок Уже собрались? Да, я забронировал билеты на экспресс Хорошо Скажи соседям, чтобы присмотрели за домом Зачем говорить? Они и так с него глаз не спускают Вызови такси до станции Такси слишком дорого, нам и рикши хватит Папа, перестань жадничать Делай, что я тебе говорю А билеты? Я взяла, садись Это и есть план купить билеты, естественно, поезд? Сейчас люди Биту приедут к моему дому Увидят запертую дверь Спросит у соседей Хоть мы и соседи, мы ничего о них не знаем Для людей с деньгами или оружием нет, это не ответ Поезд уходит через час Одна сумка, два чемодана, три пассажира Они поехали на такси Если вы уберете пистолет, я пойду домой Папа, где вы? Сейчас повернем налево и будем на станции через 10 минут Поворачивайте направо и поезжайте до Хайдарабада Что? До Хайдарабада на машине? Да, на машине Он же запросит целое состояние Ситаран все оплатит, приезжайте Я? Почему я должен платить? Едем в Хайдарабад Как Паван Кальян искал Пхумику в фильме «Радость» Так и люди Бетту будут искать моих родителей по всему вокзала И вот что я называю планированием Свояк, иногда люди носят с собой нож или пистолет А ты уселся на гранату и выдернул чеку Зачем ты впустил его в свой дом? Ты еще угощаешь его пивом и кешью А что ты собираешься делать с Бетту? Сэр, вы напились и забыли порядок Задача номер два Моя дорогая Матху Матху, пожалуйста Что я сделал? Почему ты злишься? Ты хотел, чтобы он убил меня? Это был просто спектакль Он не стал бы стрелять Но ты как и наврал мне с три короба И использовал меня Не говори таких слов, люди неправильно поймут Я побью тебя Лучше за своим языком последить Болтаешь все, что тебе вздумается Ты, сэр, скажите вы, сэр Я превратил мисс ужас в мисс мира Видите? Теперь все парни заглядываются на нее А ты знаешь, сколько я мечтала о тебе? Как мечтала? Что мы женаты У нас двое сыновей, больные баблу Пусть одна из них будет девочка Надо добавить жизни красок Слишком много усов тоже плохо Подождите Ради него я надела джинсы А чтобы очки не мешали целоваться Я теперь ношу линзы Представляете? А я, значит, ни при чем Это моя ошибка? Ты так говоришь, будто моя Значит, это я виновата Матху, никто не виноват Вот он скажет Рассудительно, сэр Вот так Я его снимаю, чтобы не мешал есть Вы тут о чем-то спорили? Можете повторить еще раз Я хороший слушатель Правда? Расскажите мне все Он еще и глухой Матху Матху, прошу тебя, не надо, Рикшу Я тебя отвезу На мотоцикле Прошу тебя Хорошо Но мне нужен тот же самый байк Того же цвета И чтобы его привез тот же человек Что и в прошлый раз Что скажешь? Вам снова нужен байк, сэр? Иди отсюда Перейти на ту сторону У меня срочные дела Берите, если вам нужно А в тот день ты почему отдал ему байк? Полицейский на соседней улице Грозился разобрать его на части Если я этого не сделаю Вот я и отдал А почему ты улыбался? Вот так? Приказали Матху Это не моя вина Ситарам угрозами Заставил меня это сделать Честное слово Матху Выслушай меня, пожалуйста Если бы тогда дождь не пошел Я бы разговаривать с тобой не стала Только цистерны не хватало А ты что так смутился? Дождь тоже ты подстроил? Нет, нет, нет Как можно подстроить дождь? Говори правду Боже Как ты мог? Как ты мог? Вот так Классная куртка Это спасибо Матху Классная куртка Классная куртка Классная куртка Классная куртка Классная куртка Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают